Мы подытожим, что связано с Новым Заветом. Значит, Бог сказал в двух направлениях по отношению Нового Завета. Это полнота физических благословений и полнота духовных благословений. Сегодня, по той причине, что Синедрион не принял Иешуа и не наступило тогда тысячелетнее царство, мы имеем полноту духовных благословений. Знаете, если мы сравним два отрывка, которых мы сегодня читали, главу 31 и послание к Евреям, 8 главу, с 8 стиха до конца главы, то вы увидите, что автор послания к Евреям, он пишет, основываясь на Иеремии 31, но использует только части, говорящие о духовном благословении. И абсолютно не говорит о физическом благословении. И снова христиане, о которых я говорил, что они верят, что церковь заменила Израиль, основываясь на этом, они верят в то, что не различая, что оказывается есть физические благословения Нового Завета и есть духовные благословения Нового Завета. Они не различают это. И они утверждают, что поэтому церковь сегодня заменила полностью Израиль, и она имеет все духовные благословения. Но на основании того, что Бог сказал, что Израиль будет иметь и духовные, и физические благословения, мы также можем увидеть неточность их доктрины, о том, что они заменили Израиль. Понимаете, да? Вот. Но что могу вам сказать, что на основании того, что в действительности написано в римлянах 11 главе 26 стихе, где сказано, что в конце концов весь Израиль примет Мессию, помните, да, этот отрывок, то могу сказать вам, что наступит такой день, о котором сказал пророк Иеремия, и говорили другие пророки, также Исаик говорил о том, что наступит такое время, когда будет физическое благословение, и все люди будут исцелены. Вот. Что наступит это время, и придет не только духовное благословение, но также и физическое благословение. На этом скажу Аминь. И перейдем к новой теме, которое называется «Ключ к истолкованию пророчеств». Наверняка вы слышали такое выражение, читали в священном письме, где пророки говорят «день Господень», или такое выражение «в тот день», или просто «день». Для всех знакомо, да, это выражение, о котором говорят пророки. «День Господень», «в тот день», или просто «день». И скажу вам, что вот эти вот слова, они как бы являются, или являются частью понятия, связанного того, что является ключом к пониманию пророчеств. Именно вот эти вот слова, связанные с понятием «день Господень», «в тот день» и «день». Для того, чтобы совсем начать понимать в действительности, о чем говорят пророки, нам нужно разобраться с еврейскими сутками. Что вообще вы знаете о еврейских сутках? Когда начинается день? Солнце. Ну, слава Богу, что люди в МГБА точно знают, когда начинается день. Значит, давайте сразу определим. Где-то вот здесь я напишу, да? День. Ну, то есть сутки, да? Они начинаются с вечера. И это этап, который называется, другими словами, тьма. Понятно, да? Потому что день начинается с того, когда заходит солнце. То есть день начинается на самом деле не с восхода солнца, а с захода солнца. То есть он начинается с тьмы. И уже как бы сам день, да? Ну, продолжение этого суток начинается уже с восхода солнца, свет. Это продолжение дня. Вторая часть дня. Ну, скажем так, что день разбит на две части. Первая часть – тьма, потому что начинается он с захода солнца. И вторая часть дня – свет, потому что вторая часть начинается с того, когда восходит солнце, да? появляется свет. А заканчивается день, когда солнце заходит. Если вы обратите внимание о том, что пишут пророки, когда они говорят «день Господень», «в тот день» или «день», то вы увидите очень такую характерную и очень такую интересную вещь. Обычно всегда повествование говорится о том, что присутствуют какие-то, например, там события, которые такие печальные, да? Преследования какие-то, угнетения, прессинг какой-то, давление и так далее. Обычно всегда их повествование начинается с того, что день Господень начинается, и начинается рассказ о том, что существует какой-то прессинг, да, какое-то давление и так далее. То есть, что? Тьма. И тогда становится понятно уже о чем говорят пророки. То есть наступает тьма. Есть давление, есть какой-то прессинг, есть преследование и так далее. Но день не закончен. Это означает, что дальше обязательно после тьмы будет что? Свет. Наступит утро, придет свет. И мы можем читать о том, что пророки так и говорят, что после какого-то прессинга происходит то, что идет, ну, попускает, да, то есть начинает приходить какая-то свобода, просветление, и в итоге наступает что? Свет. То есть приходит благословение, приходит какое-то освобождение, наступает мирный период и так далее. Заметьте, что даже основываясь на этом, или просто, если мы посмотрим в свою жизнь, мы можем обратить такое внимание, что в нашей жизни тоже так происходит. Приходят какие-то проблемы, да, это как тьма в нашей жизни. И мы трудимся, там, потеем и так далее, нервничаем и так далее. Но помните, что день не закончен. Это, знаете, как вдохновение, хочу вам сказать. что помните, что день не закончен, потому что день будет продолжаться и тьма прекратится. И в нашей жизни так же. Эти проблемы все уйдут, наступит утро, придет свет и придет разрешение всех проблем. Иов, книга Иова начинается с вечера, ночь, потом остыть. Совершенно правильно. Вы понимаете, да, теперь, теперь вот, если смотреть на просто, на еврейское понятие суток, да, то нам можно тогда уже начинать понимать совершенно по-другому, о чем вообще говорят пророки. Хронологию вообще событий происходящего. Если мы читаем о том, что есть тьма, значит, дальше обязательно будет свет. И это периодически чередуется. Понимаете? Особенно это можно увидеть и в жизни народа израильского. Например, если вы вспомните книгу Судей, да, это период такой, знаете, спирали, где постоянно наступала тьма, день, тьма, день, тьма, день. И на всем периоде книги Судей мы можем это видеть. Народ согрешал, наступала тьма. Помните, да? Потом народ осознавал, что он находится в больших проблемах, вызывал к Богу, тут же наступал свет. Они как бы переходили из тьмы в свет. И так же само весь период жизни, как бы скажем, еврейского народа, он происходит в таком периоде. Тьма, свет, тьма, свет. И вот этот период можно раскинуть и дальше, что все события, которые происходят и произойдут дальше, они произойдут таким же самым образом. И так, давайте, для того, чтобы еще немножко утвердиться в этом, откроем Исаия 60-ю главу. История 60-ю главу. Читаем 1-й, 2-й и 3-й. Только останавливаемся. 1-й стих, 2-й и 3-й. Восстань, святись, Иерусалим. 60-й, да, История 60-й. Ибо пришел свет твой, и слава Господне взошла над тобою. 1-й стих, это просто объявление о наступлении вообще дня. Видите, да? Объявление о наступлении дня. 2-й стих. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Итак, он говорит, что есть тьма и есть что? Мрак. То есть, это первая часть дня. Видите? И 3-й стих. И придут народы к свету твоему и цари, к восходящему над тобой сиянию. И вторая часть дня, когда восстает, да, солнце, восстает сияние и наступает свет. Захария, 14-я глава. Книга пророка Захарии, 14-я глава. 14-я глава. Читаем 1-й. С 1-го стиха. Вот наступает день Господень и разделяет награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчищены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной город не будет истреблен из города. Достаточно. Значит, во-первых, о чем он говорил? Что наступает день Господень. Видите? Объявление дня Господня. И день Господень начинается откуда? Откуда начинается день Господень? С тьмы. С тьмы, с вечера. Видите, да? Потому что он говорит, что наступает день Господень. и разделит на гробленные у тебя в среду. То есть происходит что? Проблемы приходят, да? То есть мы можем их просто, все, что высказано, сказать, что это тьма просто. То есть наступает день Господень, и он наступает с тьмы. То есть тогда, когда все на самом деле плохо. теперь читаем 9 стих и 12. В этой же главе. И Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един и имя его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Римона на юг. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, язык его и сохнет во рту у него. Что здесь говорится? Что наступает просветление, да? Приходит свет, приходит вторая часть дня. Становится это уже понятнее, да? Ну, в понимании пророчества. Давайте еще посмотрим Исаия 19 главу. 19 глава. Это пророчество о Египте. 16-й, 17-й, 17-й, 17-й стих. Посмотрите, это пророчество по отношению к Египту. 16-й, 17-й стих. 21-й, 17-й, 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 17-й. В тот день египтяне будут подобны женщинам, его стрепещут и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Земля иудина сделаются ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил в нем. Говоря о Египте, что для Египта это означало? Тьма. То есть для Египта наступал День Господний. И он начинался тоже откуда? С тьмы. Знаете, для арабов это самое большое оскорбление, если вы скажете, что ты подобен женщине? Знакомо для вас, да? И вот здесь говорится в шестнадцатом стихе, египтяне будут подобны женщинам. То есть это достаточно как бы серьезно. То есть это какое будет у них такое состояние? Ну, понимаете, да? То есть для них это будет полная тьма. Наступает день, который начнется в действительности опять с тьмы. И вот девятнадцатый стих. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. Вообще это очень интересно, потому что пророк говорит о том, что в Египте будет стоять жертвенник Господу. Я скажу вам, что если говорить о пророках, да, того времени, то нужно думать не сегодняшним умом, как они говорили, да? А становиться как бы на их место и думать так, как они тогда говорили. Если он говорит, что посреди Египта будет стоять жертвенник, значит он подразумевает, что в действительности посреди Египта будет стоять жертвенник. И это означает, что Египет будет поклоняться Богу Авраама Исаака Якова. Понимаете? То есть для них в этот момент приходит что? Вторая часть дня приходит свет. А самое удивительное еще то, что в этот промежуток времени, а что здесь говорится, это тысячелетнее царство, опять же, в этот промежуток времени в Израиле будет находиться четвертый храм. Четвертый храм, да. В Израиле будет четвертый храм, в котором будет восседать Мессия. И жертвенник будет стоять еще и в Египте, на который они будут приходить и поклоняться. Третий уже будет разрушен. Итак, с этим понятно, да? Как понимать, вот почему приходит тьма, то есть это наступление дня, то есть это первая часть дня, и потом приходит свет как продолжение дня, как вторая часть дня. Если вы говорите с евреем, который подразумевает понятие еврейские сутки и говорит завтра, то вероятнее всего это завтра, если это... Как вы сегодня живете в Израиле? Я не знаю. Не осталось такое понимание сегодня сегодня? Ну, я понимаю, что они понимают это именно таким образом. Как вы сейчас по времени, по часам, вот и все. Следующее, о чем мы будем говорить, это время дня Израилева страданий Иакова. Время, это как продолжение вот в этой теме, ну, ключ к истолкованию пророчеств. То есть основной ключ – это понятие вот этого дня. И дальше мы будем сейчас говорить о времени дня Израилева, ну, то есть время наступления дня Израиля. Вот только что мы читали о дне, когда наступит в Египте день Господний. Сейчас мы будем говорить о времени дня Израилева страданий Иакова. Рассматривать будем Откровение 12 главу. Читайте кто-нибудь первый стих. «И явилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд». Ну, у меня вопрос к вам. В вашем понимании, кто это вообще? Скорее, Израиль. Ну, с вами неинтересно прямо. Знаете, на самом деле существует достаточно много различных мнений по поводу того, о ком здесь говорится. И самое утвержденное среди христиан мнение, что здесь разговор идет о церкви. Это самое, как бы, такое утвержденное мнение. Ну, знаете, честно говоря, вот я рассматривал много предложений, связанных с этим, и до конца я не увидел объяснения того, почему все-таки же считается, что это церковь. Потому что много вопросов, как бы, очень такие, ну, натянутые, притянутые. Понимаете, да? То есть нету до конца такого, вот, что объяснили так, и понятно, что это в действительности церковь. И все-таки больше мне нравится объяснение того, что это действительно Израиль. Ну, сейчас я объясню, если у вас будет вопрос, вы его зададите. Значит, все-таки мне больше нравится объяснение того, что это на самом деле Израиль. И основное, как бы, отталкивающее, отправляющееся, ну, как бы, место из Писания, отрывок из Писания, он находится в Бытие, в 37 главе. Бытие 37. Это история, которая рассказывает об Иосифе. Начало повествования, можем сказать, истории Иосифа. Да, совершенно правильно, когда ему приснился сон. Открывайте. Бытие 37. Девятый стих. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, 11 звезд поклонятся мне. Итак, 11 звезд — это кто? Ну, в толковании его. Они все поняли, о чем речь идет, да? Что в толковании — это его братья. Значит, он является кем? 12 звездой. Понятно? Солнце и луна присутствуют также в его основедении. То есть отец и мать. И в действительности нету другого как бы истолкования в Писании, которое бы показывало бы нам, помните, да, такое понимание, что как бы Писание, если вы знакомы с этим, должно трактовать само себя. Если вы в действительности хотите понять больше истину, да, то вы объяснение Писания должны найти в самом же Писании. Сейчас. Понимаете, да? То есть нету большего как бы объяснения того, что же на самом деле увидел тогда Иоанн, если не обратить внимание на то, что увидел Иосиф в своем сне. То есть в этой действительности можно подойти к тому, что это Израиль. Кроме того, сейчас мы будем рассматривать дальше преследования, которые будут исходить от дракона и так далее. То есть, и, конечно же, опять же, ну, утверждающие люди о том, что здесь говорится о церкви, могли бы быть правдивы, ну, и правы в том, что они утверждают по той причине, что церковь также в действительности много преследуется дьяволом. Можно с этим согласиться? Можно с этим согласиться, да? Но если говорить о преследовании, то на самом деле мы знаем, что дьявол с самого начала преследует еврейский народ, и это продолжается на всем протяжении существования еврейского народа. Это не новость ни для кого? И он будет его преследовать до самого своего конца. Об этом говорит Писание. Что это преследование будет проходить дальше. Поэтому давайте мы сейчас будем продолжать читать и будем больше рассуждать на эту тему. Хорошо? Значит, Откровение 12. Читаем второй стих. «Очреве и кричало от болей, и мук рождения». Давайте будем, прочитаем дальше отрывок, ну, а потом порассуждаем. До какого? До конца, все 12 главы. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь дьяма де дим. Хвост его увлек с неба, третью часть звезд, и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит спасти все народы жезлом, железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, незвержен на землю, и ангелы его незвержены с ним. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что незвержен клеветник братья наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью ангнца, и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». «Итак, веселитесь в небеса, и обитающий на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Когда же дракон увидел, что незвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летала в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полвремени. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которая пустил дракон из пасти своей. И расворепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». На один вопрос мы ответили. Кто на самом деле эта женщина представлена здесь? В отношении того, что это Израиль. Есть у кого-то еще сомнения? Нету? Значит, кто же тогда здесь этот младенец? Ну, микрофон, скажите кто-то свое мнение. Кто же здесь этот младенец? Мое мнение – Яков. Мое мнение – Яков. Яков. Еще какое есть мнение? Я думаю, что это мессия, Ешо. Ешо. Знаете, существует как бы определенная проблема, с которой как бы сразу сталкиваются верующие, когда идет утверждение о том, что ребенок, родившийся, ну, как бы, который здесь родившийся у этой женщины, является Ешо. Многие сразу задают такой вопрос. От вас этого вопроса не последовало, но обычно вот задают этот вопрос. А кто остальные 11? Нет, нет, никто остальные 11. А то вопрос следовал о том, что вспомните временной промежуток, да? Значит, рождение Иисуса, Ишо, когда произошло? Примерно какой год? Вы тут или нет? Ну, в общем, да, нулевой, правильно. Нулевой. И примерно в 30-м году, да, ну, то есть мы не знаем точно там, 30-й это был, 34-й год, потому что установление самого измерения, оно было, ну, выставлено дальше, да? Поэтому мы не знаем точно. Ну, примерно, допустим, 30-е годы, да? Произошла его смерть и воскрешение, да? И он вознесся. Потом было в 70-е годы, что произошло? Разрушение храма. Разрушение храма, так? А когда делал свое пророчество, записал Иоанн? Ну, примерно. Предполагается, что примерно в 90-е годы, да? То есть, ну, точно не знают, но примерно считают, что это было где-то в 90-е годы. 90-е годы. Когда люди это хорошо понимают, они сразу задают вопрос. Ну, то есть они, вернее, не задают вопрос, они говорят о том, что Иоанн не мог писать об Ешо. Потому что это было его пророчество, да? Которое говорило о чем? Ну, как бы о будущем, правильно, да? Смотрите, есть утверждение у Иоанна о настоящем, да? Первой главы, когда он обращается к церквям, да? Там утверждение или откровение, которое он получил, пророчество к церквям, конкретно, да, в данный момент. Но то, что описывается в 12-й главе, часть его описания, она уходит куда? Если мы с вами принимаем за вариант, что в действительности это Ешо. То есть часть его описания уходит куда? В прошлое. То есть другими словами можно сказать, что Иоанн в данном случае что делает? Он просто как бы проводит исторический контекст, да? Событий. Понятно, да? То есть я верю в то, что в действительности ребенок, о котором здесь идет речь, это Ешо. Я верю и понимаю это, что это именно в действительности Ешо. Я просто объясняю теорию, по которой люди не хотят согласиться, что это Ешо, потому что они воспринимают это, что Иоанн пишет только о будущем. И на самом деле глава содержит в себе и прошлое, и будущее. Понимаете, да? То есть в этом есть определенная уникальность тоже этой главы, потому что в его пророчестве этой главы содержится не только будущее в 12 главе, но также содержится и прошлое, которое приводит как бы или поясняет то, о чем он говорит как бы о будущем. Понятно, да? То есть на самом деле здесь говорится об Ешо. Значит, смотрите. Значит, пятый стих. Обратите внимание. Пятый стих. Кто прочитает? И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Итак, родившая младенца родила того, которому надлежит что делать? Пасти все народы. Вы вспоминаете, откуда сразу эти слова? Это второй Псалом. Помните? Пророчество второго Псалма. Что ему надлежит пасти все народы. Кому другому надлежало пасти все народы, кроме Ешо? Были еще варианты в священном письме? Или нет? Израиль. Израиль как единый народ. Хорошо. Как единое целое. Хорошо. Допустим. Допускаем. Хорошо. Допускаем. Что женщина это не Израиль. Да? И родившая... То есть, допустим, предполагаем, что женщина это кто-то другой. Вот. Значит, эта женщина родила Израиль. И ему нужно пасти все народы. Читаем дальше этот стих. Которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Кто восхищен к Богу и престолу его? Только Ишо. Евреям 1.3. Послание к евреям 1 глава 3 стих. Кто готов прочитать? Сей, будучи сияния славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Итак, автор, написавший послание к евреям, он что делает? Он утверждает то, что уже получилось, да? Что произошло? Что сей, то есть о ком идет речь? А Ишо. Будучи сиянием славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. И если мы посмотрим на Откровение Иоанна 12 главы в 5 стихе, да, то мы видим, что он также утверждает, что эти события что? Имеют уже место, что они уже произошли. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Это не факт, что это уже произошло. Хорошо, согласен. Он видел это. Запиши то, что было, есть и будет. Хорошо. Поэтому мы не можем четко сказать, какое это время. Итак, по поводу того, что это Ишо. Есть сомнения? Нет. Сомнений нет. Еще раз. Что рожденный от этой женщины, рожденный от этой женщины и вознесшийся на небеса, которому было дано пасти все народы, является Ишо. У нас есть еще время подискутировать и возможность на эту тему? Потому что у меня немножко другой взгляд на это. Тоже я могу все эти вещи показать так по Писанию. В итоге результат какой? Это Ишо? Конечно. Ваша дискуссия? Это не полная картина. Хорошо. Потому что написано, что мы видим, как сквозь тусклое стекло гадательно. Согласен. Но вопрос заключен в том, что если это не Ишо, мы дискутируем. Это Ишо, который представляет народ Израиля. То есть Израилю надлежит царствовать. Ишо является царем Израиля. Не царем церкви, а царем Израиля. Кстати, вот интересный момент. Нигде не сказано, что он царь церкви. Везде говорится о том, что он царь Израиля. Значит, я считаю, что эта женщина, это вообще, ну скажем так, вообще творение Божие. Тварь, которая надлежит родить Божьего Сына, человечество как Божьего Сына. В котором, естественно, царем является Мессия Ишо. 12 диадем это и есть как раз таки Израиль царствующий во Вселенной. Если мы посмотрим первую главу книги Бытия, там, значит, говорится о том, что все, что Бог творил, оно хорошо. Но Бог создал человека, который поставлен во главу всего царствующим. Значит, и когда Бог посмотрел на это, сказал, хорошо весьма. Я считаю, что первая глава это и есть Божий план, а дальше уже, начиная со второй главы, идет как бы развитие всего вот этого вот дела. И тут еще много моментов, вот скажем, есть у Исаии, возрадуйся нерождавшая. Это тоже идет речь о Вселенной, которая еще не родила Сына. Родила Сына человечество как Сына Божьего. Я понимаю, но все ваши комментарии, они направлены к чему? К тому, чтобы доказать, что женщина является Израилем. И к тому, что ребенок это Ишо. Я правильно говорю? На одном уровне, да, на более высоком уровне, немножко расширяется. Хорошо. Но смысл, как бы, всего говорящего, он все равно сводится к тому, что я сказал. Да, я слышал. Вопрос. Если это, допустим, родила младенца мужского пола, это, допустим, Ишо, то здесь младенец написано не с большой буквы, а с маленькой. Опечатка уже нюанс. Это опечатка. Знаете, если вы будете внимательны, то вы много найдете таких отрывков Писания, где говорится о Боге, например, и пишется с маленькой буквы. То есть это ни о чем не говорит. Значит, давайте сейчас сделаем перерыв, на этом пока остановимся и продолжим. Перерыв. Продолжение следует. Продолжение следует...